СПБГУ Основная тема конференции у нас каждый раз разная. В этот раз мы концентрировались на том, чтобы находить механизмы, которые направляют развитие сетей и принципы организации сетей. Это тоже специфическая ситуация. Ну а в целом еще больше иностранных участников, еще больше разных стран представлено. Сети изучают связи между людьми, которые возникают в повседневном общении, в офлайн и онлайн пространстве. Большинство исследователей волнует главный вопрос, как они влияют на личность и социум в целом. Американским ученым, например, удалось выяснить, что риск набрать лишний вес выше у тех, кто регулярно общается с полными. А российский социолог Даниил Александров уже много лет изучает влияние друзей на подростков. Для подростков друзья, может быть, самое главное, что из жизни. Важнее родителей. Но это зависит от того, как эти подростки хотят друг на друга повлиять. Например, один из эффектов влияния подростков друг на друга – это выбор, куда они пойдут учиться. Том Снайдерс, исследователь многоуровневого анализа, признался, что выступает с лекцией во дворце впервые и рассказал о некоторых парадоксах дружбы. Часто люди, которые живут в разных странах, более длительно и успешно поддерживают дружеские отношения, чем те, кто живет на одной улице. Что касается школ, то самая главная проблема – это травля. Необходимо понять, почему один ребенок становится жертвой, а другой – задирой. Но тот, кого обижают, может быть защищен своими друзьями. И тут мы приходим к двум феноменам – дружбы и издевательств. Стоит понять, почему и как они возникают, под действием чего. Согласно исследованию, именно дружба – самое эффективное средство в борьбе с травлей в школе, нежели другие средства помощи жертвам. Исследования в области сетевого анализа, безусловно, имеют прикладное значение и помогают понять не только то, как общаются люди, но и то, как связаны целые государства и организации. А это значит, их можно использовать и в политике, и в бизнесе, и в дипломатии. В институте Востоковедения мы занимаемся анализом стран Азиатско-Тихоокеанского региона с использованием сетевого анализа. И, соответственно, у нас есть двудольный граф – сеть, которая включает в себя преференциальное соглашение о торговле и страны. И мы смотрим, кто обладает наибольшим влиянием в этих сетях, кто занимает в них центральное положение. Исходя из этих сетей и из результатов этого анализа, мы знаем, что Россия сейчас занимает положение посредника между Центральной Азией и странами Дальнего Востока. И, соответственно, наш анализ может также сказать, с какими странами Россия лучше заключать соглашение для того, чтобы улучшить свое положение в Азии, усилить присутствие и занять более центральные позиции. Как отметили сами участники, приятно было то, что на площадке Санкт-Петербургского государственного университета, где проходила конференция, можно было совершенно бесплатно посетить форкшопы по сетевому анализу, чего не встретишь на других международных конференциях в этой отрасли. А такая возможность очень важна для молодых ученых. Таисия Русия, Денис Осин, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова